Каждый день, отправляясь рано утром на работу или возвращаясь поздно вечером домой, на протяжении всего маршрута нас сопровождает дорожное освещение. Однако, вряд ли кто-то задумывался, каким образом оно регулируется, как на наших улицах появляется свет и в какую сумму на самом деле обходится такое удовольствие. В прошлом году городские организации сделали соответствующие подсчеты и пришли к выводу – существующие затраты нерациональны. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук дал поручение разработать специальную энергоэффективную концепцию дорожного освещения. Сегодня одни ее элементы уже функционируют, а другие только вводятся в эксплуатацию. К ним относятся и светодиодные конструкции, на которые активно переводится городское освещение. Перед вами светодиодный светильник мощностью 120 Вт. Этим светильником мы меняем светильники натриевые 250 Вт. То есть, если натриевый светильник 250 Вт плюс аппаратура пускорегулирующая, получается в сумме 285 Вт, то вот этот аналог всего лишь 120 Вт. Вот она и экономия. Это, на первый взгляд, небольшая лампа – источник серьезной экономии городских ресурсов. Энергопотребление снижается вдвое, при этом не теряется качество освещенности. И даже наоборот, оно только увеличивается. На данный момент такого рода устройства установлены на въезде в город, а также на главных городских магистралях. Светильник окупается в порядке 2,5 года. Качество света мы еще выиграем, потому что светодиодный светильник дает белый свет. Белый свет – это улучшенная цветопередача. То есть, мы видим естественные цвета, поэтому для человеческого глаза это приятнее. Включаются фонари со светодиодами так же, как и все. Из специальной диспетчерской, расположенной на территории Брестского депо. Процесс этот автоматизированный. Несколько кликов компьютерной мышью, и вечерний город сияет яркими красками. У нас существует суточный график включения уличного освещения. Это утверждено горосполком. Но в связи с погодными условиями, если существуют погодные условия, то есть ясную погоду согласно графику включаем, а если пасмурно, соклонение до 20 минут. Ну, в зависимости, какая погода. То есть, бывает дождь, туман, пасмурно. Вот таким образом. Так же происходит отключение. Вот такой вечерний Брест, светящийся разноцветными огнями, как многомиллионный мегаполис, видят берестейцы каждый вечер. А поскольку все мы уже находимся в предвкушении грядущих зимних праздников, Нового года и Рождества, хочется, чтобы город был наполнен яркими красками и чудом. Брест у нас очень красивый город. Он вообще всегда украшен красиво. Ну, как бы люди всегда пожелательные. Очень нарядный, красивый, особенно вот бульвар космонавтов. Здесь загораются деревья, огни горят, все, елочка стоит всегда. Очень красивый. Яркий, праздничный, весь украшенный. Вот, наверное, такой. Мы надеемся, что он будет красивый. Вот еще нету этих деревьев украшенных на бульваре традиционных. Нет, вообще красиво. Бресты украшивают красиво. Я думаю, в этом году тоже будет. Концепция новогоднего освещения 2017 будет отличаться от предыдущих. Приоткрыли нам завесу тайны в Брестском Депе. А как на самом деле будет выглядеть Брест, мы узнаем уже совсем скоро. И обязательно расскажем вам в следующих выпусках Буганфорум. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БугТВ. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БугТВ.